Максимально собрать урожай при помощи отечественной бюджетной техники. Именно к этому стремится преподаватель УЛГАУ и победитель Всероссийского конкурса «Инженер года» Вячеслав Прошкин, изобретая новые почвообрабатывающие катки. За пять лет работы в Аграрном университете 30-летний Вячеслав изобрел множество полезных устройств и приборов. Помогают в этом его научный руководитель, доктор технических наук Владимир Курдюмов и студенты. Вместе они создают более легкие, а главное – практичные модели катков. Их применение сразу после посева улучшает контакт семян с почвой. Это способствует более раннему появлению всходов и, как следствие, повышению урожайности культур. Например, совместно со студентом инженерного факультета Владиславом Диковым преподаватель УЛГАУ создал производственный и мощный каток вибрационного действия. Модель представлена на выставке в Дубае «Экспо-2020». Он весит около 120 килограмм. Серийно выпускаемые катки весят 300 и более. Но мы создаем такое же удельное давление, и то, что и сейчас серийно выпускаются катки. То есть такое же удельное давление за счет металлоемкости. Тем самым мы экономим на топливе, на обслуживании тракторов. Следующее изделие – каток для формирования волнового рельефа на поверхности почвы. Владислав Прошкин создавал со своим вторым учеником Романом Богатским. Это изобретение было запатентовано в прошлом году. И, соответственно, сборка тоже осуществлялась в прошлом году, в 2022 году. После мы провели полевые исследования, которые показали то, что прирост относительно другого катка, уже серийного производства, как и З6, примерно 13%. Команда Аграрного университета уже работает над новым катком, который позволит ускорить процесс разрушения крупных почвенных комков и в результате обеспечить качественную обработку земли. Новая техника уже работает на базе УЛГАУ. Более ранние модели работали и в сельскохозяйственных организациях нашего региона. В планах у изобретателей сделать промышленные образцы и пустить на производство свои изобретения. Вячеслав Прошкин был отмечен в направлении «Инженерное искусство молодых». В конкурсе «Инженер года-2022» победители определялись не только по изобретениям, но и по общему количеству достижений в своей сфере. У Вячеслава множество побед в конкурсах, выставках. Также он является обладателем гранта президента на разработку и изготовление сельскохозяйственных машин для поверхностной обработки почвы. Довольно-таки большое количество достижений за последний год. Ну и в среднем мы выпускаем за 2021-2022 год минимум 20 патентов в год у нас выходит именно на наши разработки, на наши изобретения полезной модели. Всероссийский конкурс «Инженер года-2022» направлен на популяризацию достижений лучших специалистов страны, а также развитие научно-технического сотрудничества.